Итак, друзья, мы с вами выходим уже на финишную прямую. У нас осталось всего три секции. Ну, если можно, конечно, назвать это секциями, да. Это секция, ну, вот таких вот докладчиков, столь, или спонсоров. Давайте будем называть их спонсорами, да. Вот, такая вот небольшая секция. Здесь у нас будут размещены картинки. На макете их у нас пять штук. При этом они здесь немножко отличаются по размерам. И вот здесь вот нужно придерживаться того же принципа, что мы с вами придерживались при верстке предыдущего макета, когда верстали вот слайдер внизу тоже, да, помните, да, в интернет-магазине. Картинки должны быть примерно одинакового размера. Ну, и пять штук здесь у нас не влезет, или, конечно, влезет, но разместить их будет сложно, чтобы все было аккуратно, красиво и ровненько, да. Все-таки у нас двенадцатиколуночный макет, и, ну, пять штук особо не делятся поровну, да. Вот, поэтому у нас будет в строке четыре картинки. Ну, и возьмем картинки более-менее одинакового размера. Вот, Facebook, jQuery и Invader. Я их уже, вот, вырезал. Примерно одинакового размера. Они сто пятьдесят семь, сто пятьдесят восемь пикселей на тридцать шесть. Да, вот мы их с вами и разместим. Дальше, следующая секция, это у нас карта. Здесь мы вставим обычную картинку. Тоже я уже вырезал эту карту. Вот она. Ну, и последняя секция, это футер. Ну, что ж, давайте приступать и начнем с вот этой вот секции. Значит, здесь у нас будет section, id sponsors. Ну, и в ней размещаем контейнер. Контейнер. Внутри ряд. Row. Ну, и внутри ряда мы размещаем четыре картинки. CallMD3. Значит, на десктопах и больших экранах у нас будет четыре картинки размещаться. Ну, а на маленьких у нас может размещаться шесть картинок. Шесть картинок. Две картинки, да? То есть, callXS6 на планшетах и мобильных, соответственно. Значит, callMD3, callXS6, умноженное на четыре. Вот. Так. Хорошо. Ну, и размещаем здесь картиночки. Так. Значит, EMG. В папке EMG. Ну, и первое у нас будет, чтобы называться, Facebook, давайте. SponsorFacebook. По-моему, PNG мы там делали. Да, PNG. PNG. Ну, какой-нибудь Alt. Вот так вот. И поменяем картиночки, да? Значит, здесь у нас будет вторая jQuery, допустим, jQuery. Следующая Innovator. Ну, и здесь Facebook останется. Так, хорошо. Посмотрим. Так. Стиль и набросаем чуть позже. Давайте сейчас сразу же отверстаем вторую секцию. Она у нас маленькая, простенькая. И, скорее всего, даже стиля не потребует. Значит, это у нас карта. Давайте создадим. Section. ID. Равняется Map. Карта. Ну, и здесь просто картиночка EMG. Source. Папка EMG. И картинка у нас Map. JPG. Alt. Так, хорошо. Смотрим на результат. Отлично. Карта есть. Ну, она у нас, как мы видим, размер у нее 1600 по ширине. И если мы сейчас будем уменьшать масштаб, вот, то увидим, что она у нас не растягивается. Чтобы она растягивалась, давайте допишем просто атрибут width. Width. 100%. Ну, и вот она у нас растягивается. Отлично. Так. Хорошо. Так. Так. Чудесно. Ну, и давайте набросаем оформление для... Карты, наверное, не потребуется для вот этих вот спонсоров. Так. Это у нас ID Sponsors. ID Sponsors. Что мы здесь видим? Мы видим белый фон. Он, в принципе, у нас и так белый. Да. Давайте на всякий случай явно его укажем. Background. FFF. Так. Дальше. Картинки у нас должны выравниваться по центру. Помните, что мы можем либо для секции задать выравнивание по центру класс. TextCenter, да. Либо же... Либо же здесь написать. TextAlign. Center. На вкус, да. Давайте так. Так. Хорошо. Ну, и паддинги, да. Паддинг. 60 пикселей сверху, снизу. И ноль. Ой. И ноль по бокам. Так. О. Какой-то большой у нас паддинг получился почему-то. Нет. Нормальный. А это... А, это у нас мы задавали тестовый margin-bottom, чтобы появился отступ. Да. 100 пикселей в 256-й строке. Давайте его отменим. Так. Вот он. Убираем его. Так. Отлично. Все хорошо. Ну, и смотрим, как оно у нас будет адаптивиться. Значит, первая точка. Первый breakpoint. Второй. Так. Что у нас здесь есть? Во-первых, можно паддинги уменьшить. Да. А во-вторых, отступы между картинками сделать. Да. Так. Это на 992 пикселя. Вот оно. Паддинги оставим у нас 20 пикселей. Сверху, снизу. Хорошо. И для картинок. Sponsors. EMG. Margin-bottom. 20 пикселей, наверное. Так. Хорошо. Но вот мы видим, что оно, как бы, выравнивание по вертикали не по центру, да, идет. То есть, снизу у нас идет и margin-bottom, и padding, а сверху только padding. Поэтому давайте, наверное, мы padding сверху отменим. Так, давайте так вот сделаем. ID sponsors. Значит, padding у нас будет 20 пикселей сверху, 0 по бокам и 0 снизу. Ну. О, отлично. То, что нужно. Так. Ну и смотрим следующий breakpoint. Нормально. И минимальная ширина. Нормально. Тут, смотрите, если у вас картинки разного размера, все-таки, да, они у нас отличаются. Одна 157, другая 158. И вполне возможно, если их разместить немножко по-другому, в другом порядке, то что-то может немножко поехать, да. Вот. Тут либо картинки делайте поменьше чуть-чуть. Вот. То есть, не 157, там, а поменьше ширину, скажите. Это можно сделать даже через стили. Вот здесь вот в медиазапросе на 480, допустим, сделать размер картинок в Sponsors EMG, да, ширину сделать поменьше. Либо же можно, либо же можно просто делать в разметке, допустим, Call MD3, Call SM6, то есть на планшетах по два в ряд располагаются они. Ну, а на Call XS, соответственно, ничего не записывать, тогда они расположатся в ряд по одной. Вот тут вариантов массы, выбирайте тот, который вам нужен, да. Значит, карта у нас уменьшается, но на мобильный, соответственно, ее можно увеличить. То есть, масштаб, да, пользователь сможет увеличить. Ну, а на десктопах у нас все нормально. Вот. Ну, все, собственно, у нас две секции готово. Вот. Для карты ничего даже не пришлось нам писать. Все нормально. Смотрим на макет в целом. Все ровненько, аккуратненько и красиво. Отлично. Ну, и у нас остается футер с тремя колонками и копирайт. Вот, собственно, все. И наш макет по большому счету будет готов. Хотя мы с вами немножко еще с ним поработаем, наверное, чуть-чуть, чтобы его сделать чуть привлекательнее, может быть, для пользователя. Так, на этом текущий урок мы завершаем и в следующем уроке мы с вами работаем с футером. Спасибо.